здравствуйте дорогие друзья вас приветствует Галина Конышева благодарю Елену Игоревну Игоря Васильевича за поддержку канала этот фильм начинаю с конца так получилось само собой а именно то что мне приснился сон ночью 9 ноября я ложусь поздно и вот девятого мне приснился сон и девятого же я делаю этот фильм сам фильм выйдет десятого как я его смонтирую эти даты не случайны узнаете в процессе фильма и так приснился мне сон нет правда сегодня приснился сон сегодня 9 11 20 21 вот сейчас вечер готовлю это видео только сейчас дошло что дата опять же 9 1 1 но когда я сделаю этот фильм размещу его в соцсетях будет 10 1 1 мы перешагнем эту цифру всех нас испытывают на прочность наши нервы установление тоталитарного фашистского порядка куар-коды сегредации населения а также разжигание одной части населения против другой ладно очень многие пишут мне задают вопросы все мы сейчас так или иначе интересуемся ситуацией которая вызывает откровенную тревогу у миллионов людей по всей планете и вот этот сон который состоит из двух частей все очень коротко вы знаете я никогда ни разу нигде на своих ресурсах вот действительно ни разу нигде не говорил о своих снах так как это я считаю информация касается меня лично то есть личная моя информация и касается моего воплощения но данной информации решила поделиться так как посчитала что она будет интересна многим и так сцена первая было 2 сцена конкретно то есть мне приснился сон потом я заснула и проснулась я и этот сон я запомнила это не случайно так бывает очень редко то вот так вот специально чтобы вот конкретный какой-то сон он остался в памяти и после пробуждения и в общем-то никуда не ушел и так сцена 1 смешная зал в полуподвале роспотребнадзор проводит корпоратив на улицах темно людей очень мало пережили какую-то ситуацию неизвестно какая это не важно я захожу в помещение не одна со мной где-то человека еще три но тоже не знаю кто просто ощущаю что несколько человек со мной и мы все во сне группа народного контроля в зале полумрак и золото таком полуподвале кто-то танцует кто-то сидит за столиками довольно скучно но нас они не ждали мы остановились на входе всматриваемся такой полутемный зал ну как вот обычный бар вот как вот вечер как кой ночной клуб может быть вы что-то так похоже только тихий спокойный вдруг рядом справа от меня я вижу человека внешне очень похожего на сс известного нам всем человека он топчется у дверей и не решается пройти в зал я там же во сне к нему обращаюсь на ты и по имени так как жизни известный нам ссс по возрасту одного со мной поколение ну старше меня на пару лет мы вполне могли ходить в один детский сад и школу если вы жили в одном городе и так я во сне узнаю его как сс но выглядит он немного странно он высокий но очень худой астенник меньше реального раза в два в замызганной светлый такой вот светлый обычный скажем так не совсем свежие футболки с короткими рукавчиками и очень тонкими длинными руками висящими вдоль туловища как плетье вот действительно они были похожи даже но как бы на искусственный вот на на тряпочки на какие-то голова опущена вид грустный я к нему повернулась и говорю вот во сне что что натворил сережа ты же был хороший мальчик ходил в детский сад учился в советской школе был пионер комсомолец как же ты мог натворить все это он тихим упавшим голосом отвечает я ничего не смог поделать от меня ничего не зависит вообще вы просто не знаете насколько я ничего не могу его руки безвольно висели только пальцы пытались шевельнуться казалось в руках не было костей и мышц и они были будто тряпочки это явный символизм я пока не берусь давать расшифровку нужно время это первая сцена реально это все ну что же как на экране пошла вторая сцена сразу же буквально вот как бы вот занавес и пошла вторая сцена а на второй сцене именно расшифровка слова расшифровка слова известного слова называть я его не буду потому что алгоритмы ютуба они очень реагируют на это поэтому прочтете и что же мне этой информации поступала молча а вам я буду комментировать так как днем я проверяла информацию прошифровки и представлю ее вам смотрим на само слово которое я называть не буду с цифрой на конце 19 именно так зрительно нам был этот представлено в русскоязычном сегменте написано капсом к буква у буква в буква и буква d цифра 1 9 еще вариант латиницей но суть дела не меняет суть одна буквы те же что и русские что латинские если капсом значит это может быть аббревиатура подумай я вот расшифровывает вижу явно корень слова вида и приставка к и так у нас получается звук к и звук беда начнем с вида что такое вид это то что есть видимое настоящее существующее материальное здесь и сейчас любой вид предмета любого живого неживого одушевленного неодушевленного сразу скажу подобные расшифровки этого слова я не встречала а их было много и все они подходящие как и и читать наоборот и то что это акцина для скота и так далее блогеры молодцы они дали действительно очень много таких точных хлестких формулировок и там этой ситуации а я вам представлю свой вариант и так поскольку к точка о точка в точка и точка d цифра 19 это имеет отношение только к человеку то я буду идти по прямому смыслу и искать что такое вид человека есть понятие биологический вид есть таблица где вид по иерархии главный а за ним идет род далее семейство далее порядок и так таблицы биологических смыслов то есть живых организмов слово вида стоит на первом месте главный это важно запомнить это итак я читаю с википедия вид основная структурная единица биологической систематики живых организмов животных растений микроорганизмов таксономическая систематическая единица группа организмов с общем морфо физиологической биохимическими и поведенческими признаками способны взаимному скрещиванию который дает в ряду поколений плодовитое потомство закономерно распространенное в пределах определенного ареала исходно изменяющиеся под влиянием факторов внешней среды далее я еще значение слова человек поскольку наша тема и это слово модное она относится только к человеку по веке человек разумный есть вот только человек разумный преимущественно латинская homo sapiens вида рода люди и семейство гоминид в отряде приматов ну вот они все-таки примазывают нас к приматам в начале верхнего палеолита около 40 тысяч лет назад его ареал уже охватывает почти всю землю кроме американского континента который был зачлен позже примерно 15 тысяч лет назад от остальных современных человекообразных помимо ряда анатомических особенностей отличается отличается относительно высоким уровнем развития материальной и нематериальной культуры включая изготовление и использование орудий труда способность к члену раздельной речи крайне развитому абстрактному мышлению но вообще-то еще просто к мышлению к созиданию к творчеству но вот не сказали четко и ясно человек разумный вид ареал обитания вся планета мыслящие способны к члену раздельной речи абстрактному мышлению еще это мужчина и женщина никаких других вариантов никаких гермафродитов трансгендеров и еще каких-то еще каких-то наборов . для чистоты моего исследования я зачитаю понятие человека из советского энциклопедического словаря 1990 года вот на границе смена режима и вот цифры опять те же 991 как и 911 вот та же игра но текст немножечко отличается человек высшая ступень живых организмов на земле субъект общественно исторической деятельности культуры отличительная особенность человека марксизм видит способности производить орудия труда использовать их для воздействия на окружающий мир сущность человека совокупность всех общественных отношений карл маркс человек возник на земле в итоге сложного и длительного историка эволюционного процесса человек современного вида хомо сапиенс человек разумный появился не под нее 40 тысяч лет назад по некоторым данным еще раньше ну это вот из советского энциклопедического словаря дальше прочту тут интересно человек и биосфера долгосрочная межправительственная междисциплинарная программа научно-исследовательских проблем управления естественными ресурсами принято 1970 году на 16 сети ген конференции юнеско программе участвует свыше 100 стран том числе ссср включает 14 проектов изучающих влияние многообразной деятельности человека на основные типы природных сообществ и на окружающую среду в целом вот по всей видимости как перехватили управление советском союзе значит и изменилась повестка дня в этих всех юнеско повестка дня сейчас определяют всякие швабы и чубайсы ну и белый гейтс еще так человека закон ежемесячный научно-популярный журнал министерства юстиции ссср с 1971 года человека день единица учета рабочего времени человек день учитывается отработанное время явка рабочего на работу независимо от фактически отработанного времени дневные простоя не явка на работу по разным причинам отпуск и другие праздничные выходные дни человекообразные обезьяны над семейные над семейство обезьян приматов гиббоны малые человекообразные поэнгиды современным видом человек разумный число представителей первых два семейства сокращается находится под охраной человека час единица учета рабочего времени человека час учитывается как фактически отработаны всеми рабочими время за день месяц квартал год и так далее и вот человеческих отношений теория нам она знакома очень часто она употреблялась последние десятилетия после развала сельского союза буржуазная концепция управления людьми главным образом промышленности разрабатывается с 20-х годов двадцатого века в сша и других странах рекомендует методы эксплуатации работника как социально-психологического существа используя устремление мотивы ценности человека проводимые с этой целью мероприятия известное улучшение условий труда и отдыха посещение предпринимателями рабочих на дому и так далее выдаются за программу гуманизации труда с любом случае это эксплуатация человека человеком так называемая гуманизация в капиталистическом обществе это прикрытие этой эксплуатации и так читаю опять таки в прямом эфире с этого словаря потому что это подтверждение того что я не откуда-то это взяла не из интернета не из википедии а я вот прочитала вам прямом эфире резюмируем часть слова к о в и д вид это человек разумный единственный высший вид на земле точка в обоих формулировках нет ничего о связи с божественным с кодом бога об этой связи они умалчивали это была тайна тайн которая обозначена самим белым гейтсом несколько лет назад что им надо взять под контроль именно эту связь которая находится где-то вот в мозге человека и это код бога ген бога переходим к расшифровке слога к приставке к 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 снесла курочка яйцо а яичко не простое а яичко золотое и так к несколько лет назад появился уникальный блогер жизни круг многие его помнят и скучают по его фильмам мне говорили мне пишут об этом он сделал открытие по буквам указателям в том числе открыл он то что буква к как мы ее понимаем это указатель но буквально вот это указатели к чему-то к кому-то движение указатель движение есть этот указатель на всех проигрывающих устройствах вы этот знак знаете прекрасно и так буква к это указатель к стремится к о что такое о если мы будем искать значение буквы о то мы не найдем ничего по смыслу а что если о это не буква а цифра тогда это ноль и так к движение к нулю буквы к движение к нулю вид и 19 движение к нулю вид человека разумного у нас получается буквально уничтожение вида человека разумного на земле я так понимаю далее они и иезуиты поставили цифру 19 зачем у меня была подсказка в виде картинок во сне таро менделеев масонской шапочки в картах таро карта 19 обозначает солнце радость ликование прекрасная жизнь тогда в слове к вид 19 зашифрована к обнулению вида человека разумного радость счастья ликование если человека разумного вида на земле не будет то чья это радость и счастье ликование не человека получается может и имеющего разум но не человека или анти человека а менделеев это ясно это что периодическая система и надо смотреть масонские знаки раз он в таком виде мне эта картинка выплала во сне и и что мы видим под номером 19 находится калий с атомным номером 19 без калия магния сердечные проблемы будут и проблемы с кровью тромбы в том числе калий само слово созвучно с именем богини калия но мы смотрим масонские сочетания но просто это вот так вот рядом сбоку как бы проходит поэтому об этом тоже я говорю что созвучно с богиней калия калий находится в розовой клеточке цвета адренохрома но я не знаю но такие совпадения в первой группе элементов уже хорошо вот вам 191 искомые сочетания цифр далее он находится в четвертом периоде четвертого ряда получается у нас 4 4 четверка символ единства всего это масонский тетраэдра циркуль ноугольник равносторонний масонский крест ищем на что это похоже а вот на что масонский тетраэдра на фашистские символические знаки 88 4 4 половина от 88 и похоже на знаки с с ну правда да но похоже то есть четверки они похожи на эти руны которые взяли фашисты на свои нашивки войска сс именно войска ссс у них были именно эти а нашивки так а что означает вот и первая часть сна символично имя участва сочетание первых букв с с указала на 44 все сошлось в расшифровке этого слова к 1 о 1 в 1 и 1 д 1 1 19 уничтожение человеческого вида на земле 9 тире 10 ноября 1938 года по всей германии был организован массовый антиеврейский погром получивший название хрустальная ночь это тоже их любимые цифры 911 911 911 просто зеркальные цифры но тоже не случайно где 8 плюс 3 равно 11 если кто не понял в память об этом событии 9 ноября ежегодно отмечается международный день против фашизма расизма и антисемитизма но вот и сон мне приснился именно в этот день вот об этих знаках случайно ли это хорошо что скажете вы дорогие зрители я вы скажете ну хорошо ну ну раскрыла но по и мы понимаем к чему ты клонишь что это фашизм и так далее ну а делать то что а то что на каждое действие всегда есть противодействие это закон вселенной а сила давления равно силе сопротивления это закон физики ну что делаем берем формулу к 0 вид 19 солнце счастья ликования и в этой формуле меняем одну цифру 0 на единицу компьютерным языком периода 0 единица правильно 0 единица 1010 это двоичный шифр компьютерной ну и что получаем 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 буквально к единству вида на земле человека разумного вечное счастье солнце ликования ст вот так мы меняем коды шифры обнуляем и запускаем процессы на уровне нлп перезапускаем процессы вот как они нас программируют этим же самым нлп этими цифры коми так и мы берем и перепрограммируем то есть а лавирды такое вот мячик полетел в другую сторону вот они нам кинули эту афир туда чтобы мы сидели боялись дрожали исполняли и ведь исполняют же находят же те кто безропотно исполняет ну и находятся те которые не принимают афирту полетел мячик обратно на то поле с которого он прилетел в общем то получаете бумеранг свой назад и так надеюсь вам эта информация была полезна не падайте духом никогда находитесь в отличном расположении духа и даже если вдруг что-то не так и что-то где-то страшно всегда есть возможность привести себя порядок свое внутреннее состояние и действовать из центра там где точка точка где нет движения из центра спокойствия но есть у всех благодарю еще раз за внимание делитесь этим видео подписывайтесь на мои каналы помогайте моему каналу благодарю вас всех с вами была галина конышева до свидания